Лос-Анджелес Могут ли деньги рассказать нам о падении Римской империи? Впервые за 70 лет американцы производят замену валюты. Секреты денежных знаков откроет журнал «Дискавер». Журнал «Дискавер». Украденные деньги. Вооруженное ограбление банка. Ужасные события. Все начинается с налета. Затем кассир оказывается под дулом пистолета. Ежегодно в Соединенных Штатах происходит 8 тысяч ограблений, в результате которых в руках грабителей оказывается 100 миллионов долларов. Но теперь банки защищены от преступников при помощи новых технологий. Пуленепробиваемые стекла, металлоискатели и видеокамеры. У него было оружие. Только что произошло ограбление. И вы отдали ему деньги? Хорошо. ФБР тотчас получает подробный отчет о преступлении. В Лос-Анджелес считается столицей банковских грабежей. Специальный агент Билл Реддер работает с ограблением банков уже более 30 лет. Я не узнаю этот почерк. Это кто-то новый. Во время ограбления всегда складывается очень опасная ситуация. Никогда не знаешь, что может произойти. Нельзя предугадать, на что толкнет преступников, циркулирующий в крови адреналин. Иногда жертвы ограблений получают только психические травмы, а иногда довольно значительные физические повреждения, бывают и смертельные случаи. Задача агента Реддера проста. Ловить грабителей. Лос-Анджелеский отдел ФБР, в котором он работает, раскрывает от 70 до 80% преступлений подобного рода. Грабить банки довольно глупо. Во-первых, денег оказывается не так уж и много, а во-вторых, риск огромен. Сроки заключения в места лишения свободы весьма значительны. Если 20-летний преступник ограбил банк, из тюрьмы он выйдет только когда ему исполнится 40. Все это делает преступление совершенно бессмысленным. В 1992 году число ограблений банков в Лос-Анджелесе было более 2600. То есть, каждые 45 минут каждого рабочего дня совершалось подобное преступление. Пик количества грабежей пришелся на 1992 год, но степень жестокости, проявленной во время ограблений, все еще возрастает. Ежегодно в Лос-Анджелеские банки теряют служащих, клиентов и почти 9 миллионов долларов. Естественно, им приходится обороняться. Во-первых, при помощи сейфов. Сейф – святая святых любого отделения банка. Все знают, что там находятся наличные деньги, и надежные ящики с депозитами клиентов. Поэтому мы обеспечиваем дополнительные степени защиты для сейфов. Стены в помещении сделаны из цемента и имеют толщину от 18 и до 24 дюймов. Две сигнализационные системы, которые чутко реагируют на тепло, движение, вибрацию и все прочее. Мы несем прямую ответственность за сохранность вкладов наших клиентов. Лаборатория по технике безопасности штата Иллинойс проводит детальные проверки сейфов, чтобы убедиться, что они выдержат попытки взлома. Тесты проводятся при помощи дрели, автогена, бурильных молотков и прочих инструментов из арсенала грабителей. Все эти приспособления продаются в хозяйственном отделе любого магазина. Мы много занимаемся сейфами. Они бывают разного размера, и время, необходимое для взлома, также различно. Обычно на это уходит от трех минут до двух часов. Конструкция банковских сейфов рассчитана на то, что у грабителей просто не будет времени для взлома. Самый быстрый способ взять деньги не из сейфа, а у кассира. Чаще всего они так и делают. Бандит и кассир один на один. Угрозы обычно срабатывают, но средняя выручка составляет всего 2800 долларов. Чтобы получать больше денег, грабители изобрели другой способ. Жертвой становится не один кассир, а все сразу. Называется это захват. Но теперь банки положили этому конец. Система носит название «Защита от грабителей». Это специальное пуленепробиваемое стекло между кассиром и преступником. Приходится принимать определенные меры против вооруженных до зубов разбойников. Фрэнк Малози испытывает в лаборатории по технике безопасности пуленепробиваемые стекла и пластик. Мы делаем три выстрела по образцу и производим проверку непроницаемости материала для пуль. А также еще одного немаловажного качества. Осколки не должны разлетаться в разные стороны. Они могут поранить кассира или другого служащего. Мы имеем дело с пуленепробиваемыми материалами. Но являются ли они таковыми на самом деле, мы не знаем. Если да, то изделие должно быть слишком большим, слишком толстым. Его нельзя будет обработать и продать. Малози работает с огнестрельным оружием. Магнум-44. Именно оно, как правило, используется во время совершения преступлений. К нему подходят пули самого большого калибра, которые могут пробить такое стекло. Нападения с использованием Магнум-44 имеют самый неблагоприятный исход. Огонь. Этот образец выполнен из стекла. С обратной стороны видно, что третья наша попытка пробить его удалась. Несколько осколков стекла попали в картон. Несколько только поцарапали его. Результаты теста неудовлетворительны. Одно пуленепробиваемое стекло подвело. Но этот трёхсантиметровый образец выдержал испытание. Этот образец можно считать приемлемым. Как видите, на обратной стороне нет пробоин. Картон остался неповреждённым. Все пули застряли в образце. Мы хотим, чтобы результаты тестов были неудовлетворительными. Лучше узнать об этом здесь, в лаборатории, чем в реальных условиях, когда могут пострадать люди. Однако такие приспособления могут обезопасить только кассиров. Клиенты же остаются беззащитными. Гарантию безопасности для посетителей банков может дать только устройство, предотвращающее проникновение в него грабителей. Новейшим достижением в этой области является изобретение специального металлоискателя. Это устройство реагирует на металлические предметы, напоминающие оружие. Если у вас с собой огнестрельное оружие или металлический предмет, похожий на него, металлоискатель не позволит вам войти внутрь. Вот так. Металлоискатели уже давно снискали популярность в Европе и Южной Африке. Теперь они устанавливаются и в некоторых банках Лос-Анджелеса. Существует еще один способ остановить грабителей. Установка специальных видеокамер. Статистика ФБР показывает, что в среднем преступникам удается ограбить 6 или 7 банков, прежде чем их поймают. Чтобы предотвратить дальнейшие нападения, полиция старается схватить бандитов как можно скорее. В этом им помогают видеокамеры. Но качество изображения часто заставляет желать лучшего. При использовании кинокамеры изображение получается четким, но проявление пленки занимает некоторое время. В последнее время создана новая система под названием ИРИС. В ней сочетается качество киносъемки и скорость видеофильма. Изображение сохраняется в памяти компьютера в виде цифрового кода. При совершении преступления полиция по модему немедленно получает качественное изображение происходящего. При оперативном реагировании полицейские могут отслеживать ограбление в динамике. Чем быстрее эти фотографии окажутся на улицах, тем быстрее будет раскрыто преступление. Теперь банки Лос-Анджелеса практически невозможно ограбить. Сейфы, пуленепробиваемые материалы, металлоискатели и аппаратура слежения помогли банкам одержать победу над гангстерами. Мы достигли цели. Статистика это подтверждает. За последние пять лет общее число банковских ограблений снизилось на 74%. Количество так называемых захватов уменьшилось на 50%. Или грабители переключились на другие виды ограблений, или совершают преступления на других территориях. Как бы то ни было, наши методы борьбы с ними себя оправдали. Случаев налетов на банки становится все меньше. Журнал «Дискавер». Журнал «Дискавер». Журнал «Дискавер». Грязные деньги. В среднем продолжительность нахождения купюры в обиходе всего полтора года. Все это время люди обращаются с ней немилосердно. Денежные знаки проходят долгий путь, пока не превратятся из таких в такие. В мире грязных денег происходит много интересного. На них оседают микробы, наркотики. С ними происходят несчастные случаи. В США циркулирует 6,5 биллионов однодолларовых банкнот. Всего по 26 на каждого американца. Это значит, что деньги очень часто меняют хозяев. Каждые руки оставляют на купюрах грязь, жир, слущенные эпители и бактерии. Могут ли микроорганизмы, живущие на банкнотах, причинить вред здоровью человека? Это хочет выяснить микробиолог Ширли Лоу. Она пытается узнать, какие бактерии можно обнаружить на деньгах. Мы отобрали банкноты в разных учреждениях Сан-Франциско, с тем, чтобы исследовать их на обсемененность различными видами бактерий. И выяснить, есть ли среди них патогенные. В начале Лоу произвела посев смывов с банкнот на кровяной агар. Затем на два дня она поместила чашки Петри в термостат с температурой человеческого тела. Пришло время доставать посевы. И вот что удалось обнаружить. Хотя весь агар покрыт колониями, все эти микроорганизмы достаточно безобидны и не являются патогенными. Не хочется верить, но всю поверхность Земли покрывают такие вот бактерии. Почти на всех чашках выросли колонии, которые не представляют опасности для человека. Например, эпидермальный эстафилококк. Он попал на деньги с кожи рук. Однако на некоторых чашках я вижу условно-патогенные микроорганизмы. Здесь представлены все те же бактерии, и кроме того, несколько колоний потенциально опасных микробов. Вот эти белесые колонии, окруженные кольцом просветления, скорее всего, образованы золотистым стафилококком. Золотистый стафилококк является самой частой причиной желудочно-кишечных инфекций в Соединенных Штатах. 10% купюр, взятых с Ширли на исследование, были обсеменены им и другими патогенными микроорганизмами, такими как кишечная палочка. К счастью, они не опасны для человека, пока не попадут в пищу. Если вы держали в руках деньги, обязательно вымойте руки перед приготовлением пищи. Чаще всего вспышки кишечных инфекций происходят из-за того, что на руках повара имелся золотистый стафилококк. Он попадает в пищу, затем, если она не проходит должную обработку или хранится в неподходящих условиях, микроорганизмы начинают размножаться и выделять токсины. Это и вызывает пищевое отравление. Специалисты из Института проблем злоупотребления наркотиками также провели анализ денег. Они искали частицы запрещенных веществ и находили их повсюду. Мы думали, какой предмет можно исследовать, чтобы узнать степень распространенности препаратов, способных вызвать наркозависимость. И поняли, что объектом анализа могут быть деньги. Люди держат их в потных руках, кладут в карманы, производят с купюрами много разных манипуляций. Олиер собрал образцы со всей страны и начал исследование. Мы сделаем смывы микроскопических частиц веществ, находящихся на банкнотах, и проведем их анализ. Сначала купюры промыли спиртом, а затем поместили раствор в спектрометр. Аппарат выдал характеристики всех химических веществ, находящихся в жидкости. И Олиер, и его начальник Эд Кон были шокированы результатами. Вот здесь что-то вырисовывается. Джон, смотри, похоже на кокаин. Обрати внимание. Поразительно. Но на четырех из пяти банкнот был обнаружен кокаин. Посмотри-ка сюда. На каждой купюре осело очень немного. В среднем всего 23 микрограмма вещества. 200 нанограмм. Но если все деньги, находящиеся в обороте, содержат столько же кокаина, то всего на них оказывается 150 килограммов наркотика. При рассмотрении однодолларовой банкноты под микроскопом видны плотные волокна ее структуры. Дальнейшее увеличение демонстрирует частицы кокаина. Порошок попал в пространство между волокнами. Он уже не сможет попасть на кожу. Испачкать руки кокаином, пользуясь деньгами, практически невозможно. И, соответственно, так нельзя проверить присутствие этого вещества на коже. Но приключения денег на этом не исчерпываются. С ними происходят вещи и похуже. Когда с денежными знаками случается несчастье, они оказываются в умелых руках 15 человек, работающих в бюро гравировки и печати. В 1998 году они по кусочкам собрали более 66 миллионов долларов, которые пострадали в результате пожаров, наводнений или банковских ограблений. Прислать деньги в бюро может любой человек. И каждый день сюда по почте приходят новые свидетели несчастья. Похоже, что здесь у нас погорельцы. Орваные и обгорелые деньги встречаются чаще других. Многие владельцы сопровождают посылки письмами с рассказом о том, что случилось с деньгами и сколько они надеются получить взамен. Это из банка. Сгорел чей-то дом и вместе с ним 2980 долларов бумажными деньгами и монетами. Монетами мы не занимаемся. Они идут куда-то еще. Придется разделить их. Специалист такой, как Памела Уипперспун должна восстановить 51% площади купюры, чтобы возместить ее номинальную стоимость. Люди склонны переоценивать ущерб, который им должны возместить. Пока ничего, только однодолларовые купюры. Если, как она пишет, здесь было 2000, банкноты должны быть посолиднее. Специалисты годами совершенствуют свою технику. С этой несложной для нее работой Памела разберется за 2-3 дня. Купюры разного достоинства от 1 до 100 долларов имеют свои особенности. Больше всего я люблю 20-долларовые. Мне нравится рисунок с обратной стороны. Можно с уверенностью судить о том, какой край банкноты у меня в руках, правый или левый. После идентификации денежные знаки уничтожаются. Такая же участь ждет и все остальные деньги. Это происходит здесь, в одном из государственных американских банков. Купюры просматриваются, сортируются. Самые грязные и изношенные разрезаются. В 1997 году было уничтожено более 7 биллионов банкнот. Грязные, обгоревшие со следами наркотиков, обсемененные бактериями деньги закончили свою жизнь как обыкновенная конфетти. Журнал «Дискавер». Римский клад В деревне под названием Хоксон в восточной части Англии один фермер искал в поле потерянный молоток с помощью детектора. То, что он нашел, изменило всю его жизнь. Эта коллекция римских монет и украшений бесценна. Это наиболее значимая находка из всего обнаруженного на территории Британии. Каждая из монет стоит около 300 фунтов, а также серьги, зубочистки и перечница. Что же произошло? Фермер нашел множество украшений, спрятанных римлянами в земле более 1600 лет назад. За свою находку он получил 2 миллиона фунтов стерлингов. Английским археологам представилась возможность пролить свет на давно минувшие события. Эти монеты могут рассказать о падении Римской империи. Эта удивительная находка прекрасна не только своей красотой. Мы можем не только любоваться древними драгоценностями из серебра и золота. Все эти монеты и украшения причастны к важнейшему историческому событию – падению Римской империи. Археологов интересовало, кто был владельцем такого богатства. Почему зарыл его в землю и не вернулся? Сам найденный клад хранил ответы на все эти вопросы. История началась во времена расцвета Римской империи. В 117 году нашей эры ее территория была огромна. К империи относились Северная Африка, территория сегодняшнего Египта, Турции, Греции, Италии, Испании, Франции и Британии. На протяжении четырех столетий римляне держали Британию в своем подчинении. Им помогала могущественная армия. С тех пор, как римляне занимались здесь, в районе деревни Хоксон, скотоводством и земледелием прошло 1600 лет. Они снабжали свою армию выращенными на английской земле продуктами и собирали налоги с местного населения. Римские драгоценности, известные под названием Хоксонский клад, были найдены в этом поле. Археолог Джудиф Плоуис принимала участие в извлечении ценностей. Она нашла свидетельства, подтверждающие, что деньги и украшения были тщательно упакованы. Они были не просто свалены в яму, их уложили в мешок и бережно спрятали в земле. Ценности были старательно упакованы и аккуратно сложены. Монеты мы находили повсюду. Тот факт, что располагались они весьма компактно, позволяет предположить, что и они находились в мешках или других емкостях. Ландшафт сильно изменился с тех пор, как клад был зарыт. Возможно, на этом месте рос лес. Скорее всего, здесь была небольшая роща, и место, где находились драгоценности, было отмечено деревом. Трудно представить себе, что владелец, которому пришлось спрятать свои сбережения, зарыл драгоценности в чистом поле. Теперь Хоксонский клад хранится в музее Британии в Лондоне. Пытаясь разгадать все секреты, археологи тщательно рассмотрели находку. В их распоряжении были золотые украшения, в том числе 19 браслетов и 6 ожерелей. Тот, кто зарыл в землю клад, был очень богат. Все эти украшения представляют лишь часть благосостояния хозяина. Люди, закопавшие столько денег, украшений и серебряных столовых приборов имели гораздо больше ценностей. Если у них была сотня серебряных ложек, у них не могло не быть больших серебряных блюд, которые являлись символом благосостояния и благополучия. У хозяина клада должно было быть много подобных изделий. Он был очень богат. Это перешница в виде фигуры императрицы. Перец в то время был очень редкой специей. Те, кто мог себе это позволить, импортировали его из Индии. Мне бы хотелось показать вам ее со спины. Я хочу, чтобы вы очень характерную для того времени. Она вошла в моду в начале 4 века и была популярна на протяжении всего столетия. Золотые и серебряные украшения выполнены в классическом римском стиле. Из дюжин столовых ложек из драгоценных металлов 10 имеют надпись «Аурелиус Урсицинус». На одном из браслетов есть надпись означающая «На счастье леди Джулиане». Можно предположить, что ценные вещи принадлежали состоятельной римской чете Аурелиусу Урсицинусу и его жене Джулиане. Но почему им пришлось спрятать сокровища и уже никогда не найти их? Ответ в деньгах. Найдено около 15 тысяч золотых и серебряных монет. Джонатан Уильямс, сотрудник Британского музея. Нам известно о том, какие были цены и достаток во времена поздней империи. солдат получал 9 золотых монет в год, а в Хоксонском кладе их около 560. В целом стоимость найденных там драгоценностей приближается к 1100 золотым монетам. Мы знаем, что доход губернатора из провинции составлял 400 золотых монет в год. Чета Урсицинус спрятала в земле столько денег, что хватило бы на полутора годовое жалование провинциального правителя. В современном исчислении ценность монет около 150 тысяч фунтов стерлингов. Если разобраться, римские деньги расскажут нам историю падения империи. На каждой монете изображен император, правящий во время ее чеканки. С 350 по 400 год нашей эры их сменилось множество. Это было признаком упадка империи. Последнее изображение на монете из Хоксонского клада соответствует 410 году нашей эры. В это время империю пытались захватить варвары. Вестготы в Риме, вандалы в Испании и саксоны в Британии. Это замок Бар, остатки римского форта, располагавшегося всего в 50 километрах от Хоксон. Солдаты этого форта защищали местных жителей. Но в 440 году римская армия отступила. Богатые римляне, жившие в Британии, оказались во власти саксонцев. Они пытались спрятать свои сбережения единственным доступным им способом, закопав в землю. Во времена римской империи не было банков, никто не хранил и не проверял ничьи счета. В случае крайней необходимости самым быстрым и надежным способом сохранить деньги было спрятать их в сундук и закопать в каком-нибудь одному вам известном месте, а после надеяться на то, что удастся выжить и вернуться за сокровищами. после того, как римская армия отступила, закон и порядок стали нарушаться. Сами монеты свидетельствуют о криминальной активности. Многие из них поддельны. Вот несколько фальшивых монет из хоксонского клада. Всего их там около трехсот. Отличить их от настоящих довольно сложно. Но некоторые отличаются по весу, некоторые не очень хорошо сделаны, а на некоторых символы изображены наоборот. Часть настоящих монет тоже выглядит странно. У 80% монет уменьшена площадь поверхности. Вот нормальная денежная единица. А вот так выглядит большинство из них. Некоторые монеты усечены почти наполовину. Майк Коул имеет на этот счет свое мнение. Свою теорию он проверил на практике, поместив цельную и фальшивую монету в вакуумную камеру электронного микроскопа. Аппарат проанализировал состав серебра монет. Результат, выданный им, показал, что состав обеих монет одинаков. Коуэлл считает, что серебро было срезано для изготовления подделок. Фальшивомонетчики могли использовать настоящие деньги как источник серебра. Они обрезали края сотен монет, плавили металл, прокатывали его и изготавливали серебряную фольгу. Потом между двух листов фольги они помещали образец и отбивали его молотком. На фольге отпечатывалось изображение монеты с обеих сторон. Они складывали отпечатанные изображения и спаивали их вместе при помощи олова. Затем подрезали и подравнивали края. В результате получалось очень похожее на оригинал подделка, которую было легко реализовать. На закате Римской империи усечение краев монет и изготовление фальшивок каралось смертной казнью. Тот факт, что, несмотря на законы, все эти преступления имели место быть, а это полностью подтверждает содержимое Хоксонского клада, говорит о том, что империя переживала глубокий кризис власти. Могла ли богатая семья, опасаясь разбоя, спрятать таким образом свои сбережения? Эта чета должна быть принадлежала к богатому классу, знаете, у которых есть вилла на юге Франции. Возможно, они приезжали проверить, как идут дела в их владениях в восточной части Англии, выяснить, как собирается рента и все такое прочее. Они могли позволить себе уехать в Марсель на зиму, когда в Англии ветрено. Естественно, они припрятали все ценное, что оставляли здесь. Скорее всего, обстоятельства сложились так, что вернуться им не удалось. Возможно, кто-то отговорил их, сказав, что в Англии небезопасно. Но, как бы то ни было, они не забрали свои вещи. Возможно, они были так богаты, что такие потери не имели для них большого значения. Хоксонский клад хранил не просто изделия из драгоценных металлов. Ценности рассказали нам интригующую историю о падении Римской Британии и образе жизни самого богатого населения, правящего класса. Может быть, через две тысячи лет, найдя наши деньги, археологи узнают не только о наших доходах, но и об истории нашей цивилизации. Журнал Дискавер. Журнал Дискавер. Производство денег Изготовление фальшивых монет одна из древнейших профессий. Вот офсетный пресс. Десятилетиями он являлся основным орудием мошенников. Сложный процесс требует больших денежных затрат и практического опыта. Долгое время это занятие было под силу только профессионалам. Теперь все иначе. Мы могли бы быть на заре технической революции в области изготовления фальшивых банкнот. В современных условиях делать их было бы легко. Деньги в домашних условиях мог бы сделать любой. Все, что вам бы для этого понадобилось. Хороший принтер. Что же остановило новое поколение мошенников? Новая технология изготовления денег. Впервые за 70 лет Министерство финансов Соединенных Штатов изменило банкноты. Профессионалы сделали вызов копировальным аппаратам, лазерным принтерам и победили. Борьба с преступниками началась с работы секретной службы. Здесь хранится более 21 тысячи образцов поддельных банкнот. Они иллюстрируют историю изготовления фальшивых купюр в Соединенных Штатах. Разрабатывая новую технологию производства секретная служба тщательно рассмотрела образцы представленные здесь. Она также обратилась за помощью к специалистам таким как Джим Браун. Он являлся секретным агентом. только имея четкое представление о работе преступников правительство могло надеяться на победу в борьбе с ними. Секретные службы всегда следят за развитием новых технологий печатания и областями их использования. Правительство сочло необходимым использовать новейшие технологии при изготовлении валюты, чтобы остановить преступников. Изменения коснулись всего, в том числе и бумаги. Одной из основных отличительных черт государственных денежных знаков всегда был сам материал. Бумагу для купюр выпускает один-единственный завод Крейн и компания в Массачусетсе. Естественно, они держат технологию в секрете. Однако они позволили взглянуть на процесс изготовления материала и рассказали о том, что делается для того, чтобы деньги невозможно было подделать. бумага для банкнот всегда делалась не из древесины. На 75% она состояла из хлопка и на 25% из льна. Новые деньги также состоят из комбинаций этих материалов. Но имеется и кое-что новое. Во-первых, водяные знаки. водяные знаки нельзя подделать, отпечатав купюры на копировальном аппарате. Водяные знаки наносятся при помощи специальной медной сетки, которая выполняет функцию матрицы. Мы готовим хлопково-льняную массу. Она доводится до нужной консистенции, а затем наносится на ячеистую поверхность. Жидкая масса заполняет матрицу, застывает, и знаки становятся частью структуры бумаги. Настоящие водяные знаки могут быть выполнены только в процессе изготовления материала. Вы видите, что водяные знаки являются особенностью внутренней структуры, а не просто изображены на поверхности. Фальшивомонетчик не сможет изобразить их при помощи принтера. Другое новшество электронная полоска. Эти тонкие микроскопические линии как бы вплетены в бумагу. Они видны невооруженным глазом и светятся в ультрафиолетовых лучах. На купюрах разного достоинства полоски отличаются по цвету. Защитные полоски должны помешать изготавливать подделки. На фальшивых купюрах они будут только изображены на поверхности. Но вплести их в бумагу нелегальный мастер будет не в состоянии. Водяные знаки и защитные линии уже представляют собой большую неприятность для преступников. И это еще не все. В бюро гравирования и печати также произошли изменения в технологии. здесь занимаются внешним видом валюты с 1862 года. Каждая печатная форма гравируется вручную. Подделать что-либо выполненное человеческими руками значительно труднее, чем изготовленное на станке. мастер-гравер Том Хипсчен выполняет новые портреты. Они представляют собой и произведение искусства, и способ защиты от фальшивомонетчиков. Люди привыкли смотреть на лица, они смотрят на них с самого раннего детства. Человек замечает такие детали, которые трудно описать. Он может заметить, что банкнота фальшива, уловив в знакомом лице что-то непривычное. Вот оригинал. А вот подделки. Мошенникам не под силу вывести все детали изображения. Очень часто первой приметой фальшивых банкнот является именно неточность портрета. Используя гравюры, выполненные вручную, мы создаем уникальные, точно выполненные произведения. В дополнение к этому здесь наносят дюжины мелких деталей, таких как подписи и даты. Микроминиатюрные надписи расположены и на портретах, и вокруг них. Они выполнены настолько тонко, что подделать их просто невозможно. Одним словом, нелегальное изготовление денег гравюры сделали очень нелегким делом. Последний знак на новых банкнотах находится в уголке. Номер изменяет свой цвет. Из зеленого становится черным. Это происходит благодаря краске, меняющей свои оттенки. Ее изобрели специально, чтобы остановить мошенничество. Нас окружают предметы, демонстрирующие этот эффект, например, раковины устрицы, спинки жуков или горло и крылья калибри. Это явление происходит при попадании света на определенные поверхности. Изготовление краски – засекреченный процесс. В нее входят микроскопические зеркально-подобные хлопья. мы проверяем буквально число атомов, входящих в эти зеркальные чешуйки. Изменяя толщину структурных слоев, мы можем выбрать конкретную длину волны, от которой и зависит окраска. Используя порошок, можно получить дюжины самых разных оттенков. Чтобы сделать краску, порошок смешивают со специальной глазурью. При нанесении на бумагу краски переливаются. Краска Liberty Green была придумана специально для новых банкнот. Цвет меняется от зеленого к черному. Использование ее оказалось настолько эффективным, что краской стали пользоваться во всем мире, отметив 55 видов валюты. Эта мера полностью оправдала себя. Любой человек на улице может взять в руки банкноту, посмотреть на нее под разными углами и увидеть, как переливаются краски. Копировальный аппарат или лазерный принтер могут отобразить только один цвет. Этот эффект невозможно подделать. Водяные знаки, защитные полоски, микропринтинг и специальная краска. Все это призвано остановить мошенников. Но работает ли на практике? Вот это настоящая купюра. А вот поддельные. Сканер не может четко воспроизвести детали. Вот подлинные водяные знаки. Некоторые даже не пробуют воспроизвести их. Попытки других оказываются безуспешными. Вот настоящая электронная полоска. Ее сразу видно при подсветке. На фальшивых банкнотах этого нет. Это подлинный микропринтинг. А вот на что способен очень хороший сканер. Если поместить подлинную и фальшивые банкноты под ультрафиолетовый свет, различить их не составит труда. Настоящая купюра та, на которой флюоресцирует электронная полоска. Борьба с мошенниками увенчалась успехом. Новые технологии изготовления денежных знаков оказались удачны. У государственных банкнот есть еще один верный страж. Он присутствует везде и всегда, но увидеть его нельзя. Это секретная служба США. их работа ловить мошенников, а это гарантия того, что подделок не будет. С подделыванием валюты велась борьба на протяжении 150 лет. Для этого и была создана секретная служба. Мы очень гордимся результатами нашей работы, но бдительности не теряем. Подделка банкнот не забава, не шутка. Мы очень серьезно относимся к этому виду преступлений. За преступления подобного рода можно попасть в заключение на 15 лет. Помните об этом. ? Продолжение следует...